Здравствуйте, девочки! Сегодня я показываю вам свой новый свитерок. Цвет фуксия 50% хлопка. Итак, фуксия перед вами на нашем рабочем столе, и мы обсуждаем детали этой вещи. Как всегда, не обошлось без изменения оригинального фасона, который я нашла в журнале Burda Moden. Мои постоянные зрительницы знают, что я люблю менять оригинальные задумки авторов, подстраивая каждую вещь под себя. Иногда я вяжу один в один, но это бывает гораздо реже. Вдохновение для конкретно этого джемпера я нашла в восьмом номере журнала Burda Moden за 2004 год, так как у меня есть немалая коллекция журналов прошлых лет. И еще одна причина есть для создания этой вещи. Дело в том, что когда я влюбляюсь в какую-то модель, я могу несколько вещей с течением времени вязать по одной и той же выкройке, одному и тому же описанию. Сейчас на ваших экранах вы видите меня в свитерке, который был связан по этой нынешней модели, но без всяких изменений. Как вы видите, вырез V-образный. Ниточки были очень тонкие. Это были какие-то турецкие нитки. Я сейчас не вспомню. Дело было очень давно, в 2005 году. И когда я покупала эти нитки, мне тогда хватало два моточка, потому что у них была очень большая длина нити, по-моему, 550 метров тоненькие. Вот такие секционная пряжа. И такая вот рябинка получилась. Как сложилась, так я и носила с удовольствием. Был он довольно теплый. И здесь я на фотографии в своей поездке в Соединенные Штаты Америки по учительскому обмену. В оригинале эта вещь выглядит вот так. Она здесь, конечно, очень красивая. И мы с вами можем видеть, что даже на девушке модели рукава немножко длинные. Поэтому я всегда, конечно, отмеряю свою длину руки от запястья до проймы. И так как руки у моделей обычно длиннее, чем у нас людей с ростом 164 сантиметра, то я всегда забочусь о собственной длине рукава. Иногда приходится немножко корректировать прибавки, когда я вяжу рукава снизу вверх. Но в этом случае моей длине соответствовали именно те убавки, которые мы находим в описании. Как вы видите, разница значительная. В моем новом джемпере это обычный вырез горловины, вполне обыкновенный. И тем не менее я решила, что для такого красивого цвета этот свитер должен быть каким-нибудь более женственным. Поэтому V-образный вырез я как-то не очень себе представляла. Узор, который вы видите, сложился на передней части джемпера. Абсолютно свободная импровизация. Если вы захотите повторить что-нибудь подобное, это сделать очень просто. Вы выбираете одинаковую длину между рядами вот этих дорожек. Перекрещиваете две петельки всегда в одну и ту же сторону. Это, во-первых, удобно. Во-вторых, мелкие косички не так сжимают полотно. Затем вот в этом расстоянии вы обдумываете, какой высоты будет у вас, скажем, вот эта деталь. И, соответственно, не делаете вот эти вот прибавки, а в этом месте провязываете по прямой. И таким образом у вас без всяких особых расчетов получается вот такой, как мне кажется, очень миленький узорчик. Я не раз вязала себе свитеры и джемперы с крупными косами, но я все-таки считаю, что они добавляют объема фигуре, чего мне не хотелось бы получить в конце концов в итоге. И поэтому я как-то в последнее время склоняюсь к более мелким узорам такого рода. Довольно большие манжеты с высотой 10 сантиметров. Вязала я их на пол номера тоньше. То есть здесь у меня были спицы номер 3, а основное полотно спицы номер 4. Теперь пару слов скажу о пряже. Во-первых, мы этот свитер с вами видели в одном из роликов в полуготовом состоянии, поэтому ссылку на него я оставлю, конечно, в описании. Он назывался «Что вяжу для осени». И несмотря на то, что этот джемпер у меня связан из пряжи 50% акрила, 50% хлопка, сегодня в начале ноября я его испробовала на улице, и мне это очень понравилось. Невероятно мягкое, приятное получилось полотно. И я уверена, что для весны и для осени эта вещь будет очень-очень подходящей. Итак, ниточки. Вы видите сейчас этикетку этой пряжи. Как всегда в моем случае, мои постоянные зрительницы уже знают, у меня есть такая привычка схватить последний оставшийся моток, не задумываясь о том, что я буду с ним делать дальше. В этом случае ситуация была такая же, но мне повезло, я потом смогла еще добрать три мотка. Длина здесь очень хорошая, 850 метров в 100 граммах. Получается, что в четырех мотках у меня было 3400 метров. Но не будем забывать, что вязала я в две нити, поэтому в результате, конечно, вам понадобится на подобный свитер не меньше, чем 1700 метров. Вот, посмотрите, какие крохи остались у меня от этих четырех клубочков. У этой модели очень интересный рукав и верхушка проймы на полочке и спинке. Дело в том, что когда убавки проймы вот здесь заканчиваются, в нижней ее части, через определенное количество сантиметров, здесь идут прибавки. Прибавок этих несколько и получается, что вот это плечо имеет такую расширяющуюся форму. За счет этого мы с вами получаем вот такое интересное соединение основной детали переда и спинки и рукавов. Конечно, мой свитер гораздо длиннее, потому что, когда на улице прохладно, я люблю, чтобы у меня была закрыта спина. И вот такая длина хороша только для очень-очень теплых дней. Еще я должна сказать, что обдумывание этого свитерка заняло у меня очень много времени. Никогда, я думаю, так долго не размышляла, как же тут у меня все будет. Я первоначально хотела оставить эту V-образную горловину, сделать здесь тоже обыкновенную лицевую гладь. И украшение хотела сделать внутри этой горловины, но при этом, чтобы она была заполнена. И я пробовала даже, распускала, снова вязала. И могу сказать, что эти нитки выдерживают все, что угодно. Один рукав был связан, потом был перевязан, как вы видите, абсолютно ровное полотно. И еще мне очень нравится эта пряжа, потому что она издалека, если не вглядываться, выглядит как будто велюровая. Кстати, из нее у меня была летом связана футболка. Сейчас вы видите ее на своих экранах. Я тоже очень люблю ее. И ссылочку на видео о ней я оставлю внизу в описании. Эти нитки меня настолько заворожили, что мои размышления о том, чтобы из них можно было связать, дошли до того, что я тут придумывала и оборочки, и о чем только моя буйная головушка не размышляла. Горловину, как вы можете заметить, я вывязывала прямо вот оставив незакрытыми петли, просто пересняв их на дополнительную спицу. И постепенно те петли, которые мы обычно закрываем для закругления, я тоже переносила на эту дополнительную спицу с обеих сторон. Я оставлю ссылочку на мужской свитер, который я вязала с орнаментом для своего мужа. И там я подробно показываю, как я вяжу такие горловины без того, чтобы закрывать эти петли. Верх горловины тянется замечательно. Голова проходит легко, без всякого напряжения. И здесь, я уже говорила в своем изумрудном последнем свитерке, тоже ссылочку внизу найдете, что в дорожке изнаночных петель, в самом последнем ряду, когда я что-то закрываю, я через какие-то промежутки делаю две вместе изнаночные. Вот здесь явно по центру есть две вместе сделанные. И таким образом горловина никогда не бывает такой кудрявой, излишне. И смотрится очень здорово. Вы видели в начале ролика этот свитер на мне. И в конце, естественно, я в нем тоже с вами попрощаюсь и скажу вам приятные слова. Сначала мне очень хотелось немного изменить вот здесь верхушку рукава, самый верх оката. Он закрывается почти по прямой. И мне показалось, что он выглядит каким-то квадратным. Но в конце концов, когда я постирала и лежа высушила этот джемпер, то мне понравился результат. И я думаю, что никаких переделок в этом случае я делать не буду. В одном из своих последних видео я показывала 5 вариантов набора петель, но в этом случае был обычный набор. Я набираю петли в большинстве своих вещей просто набрасыванием петельки на спицу. И это очень просто. Как мы с вами видим, резинка выглядит естественно. Она не сильно стянута, но при этом и не кудрявится. Поэтому я буду сочетать и вот такие свои прежние наборы первого ряда и те, которые вы можете посмотреть в моих роликах. Там, где мы говорим о фабричном, болгарском, итальянском наборе с дополнительной нитью и без. В общем, мой инфобокс под этим видео, как и всегда, полон полезных роликов для всех, кто хочет научиться вязать. Пожалуйста, смотрите внимательно ссылочки и заходите на мои вкладки плейлисты. Там я располагаю по разным темам, по интересам и по отдельным вещам, у которых сложилось несколько видео в процессе выполнения. Стирала я эту вещь, как и предыдущую летнюю футболочку, которую я упоминала в стиральной машинке, на 30 градусов хлопка, потому что эта вещь все-таки на 50% хлопковая, и сушила лежа, приглаживая вот так. Когда эта вещь мокрая, вы можете ей придать любую форму, и она так и высохнет. Здесь вот на боках можно наблюдать, что немножко спинка нахлёстывает. Но это и понятно, потому что обычно в вещах, у которых есть впереди орнамент в виде кос, этот орнамент съедает немножко ширину полотна. И вот здесь, смотрите, у меня и с одной, и с другой стороны спинка кажется шире. На самом деле набор петель был одинаковый. И вот этот наплыв происходит только потому, что узор немножечко сжимает полотно. Но когда я надеваю это на себя, то всё становится на свои места, и тянется он великолепно, и при этом затем принимает свою прежнюю форму. В общем, радости моей нет предела. Я исполнила свою мечту. Теперь у меня есть свитерок Фуксия. Мягкий, приятный и один из любимых. И, конечно, для тех, кто следит за моим творчеством и подписан на мой канал, и заходит сюда регулярно, комментирует, интересует, сообщается, я покажу, что вещи, которые я анонсировала в предыдущих роликах, уже потихоньку завершаются. Вот, как вы видите, у меня уже готов перед. Посмотрите, какая здесь очень красивая горловинка получилась, великолепная. Мятный цвет такой, или фисташковый, или мятный, не знаю, как его назвать, скорее мятный. Значит, теперь у меня и спинка, и перед готовы. Здесь я тоже изменяла фасон, потому что на спинке тоже должна была идти вот такая вот раздвоенная коса, но при этом вот этот центр должен был быть основным узором в крапинку. Я решила этого не делать и связала по спинке просто во всю длину. Посмотрим, как это будет сидеть на фигуре. Рукава были готовы раньше переда и спинки. Мы с вами тоже обсуждали этот свитер там же, где я показывала недовязанный свитер Фоксию. Поэтому я надеюсь вскоре собрать его тоже. Здесь у нас вот такая пряжа Alize Cotton Gold для вещей и для игрушек. Тоже неплохая длина нити в 100 граммах, 330 метров. И состав 55% хлопка. Невероятно мягкий, приятный. И все мы, конечно, ждем, когда он будет завершен и мы поговорим о нем подробнее. На самом деле, начало осени 2020 года у меня очень активное в плане вязания. Кроме тех двух вещей, которые вы здесь видите, я вяжу сейчас раз, два, три, еще четыре вещи. Так что не расслабляемся. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Ждите обновлений. Заходите в Instagram, Facebook. Вконтакте я выкладываю свои фотографии на своей страничке. И давайте будем создавать красивые вещи вместе. Вот такая обновка замечательная у меня получилась. Я влюбилась в этот свитер с первого взгляда. Буду носить его как можно чаще. Он очень уютный. С вами была Оксана Перуцкая. Мы канал Нитка Ниточка. До скорой встречи. Подписывайтесь, пишите комментарии. Ставьте лайки и сохраняйте видео в вашем кабинете. До скорой встречи. Пока. Продолжение следует...